Всем добрый вечер! Всем привет! Здравствуйте! Я уже прилетела из Толгольма Встретилась в Киеве С кем вы думали? Я думаю, меня никто и не знает Станислав, Стас Именно тот Стас, который все время Присылал нам подарки Санвэмом и всеми Сложенные изделия Кружечки мои С гусями С паркишками Еще много кожаных вещей У меня кошелек остался Паста Именно ваши Единственное, что она там очень просит Снимите обложку У нас, к тому же, это самое любимое Мне кажется, что снимите обложку А я думаю, что это как красивая бутка Я в первый раз не чую вещи Я не знаю Сидим, пьем Выпиваем В таком прекрасном ресторане Киевском Не будем делать рекламу Мы с ним готовы Я процент поправ Коктейль Очень вкусный Такий у нас супчик Называется детский Детский для взрослых Перцы печеные Печеные перцы Ждем еще основные блюда Стас мне его говорил Я говорю, я не буду ехать После 6 дней В любом случае можно попробовать Но если вкусно То можно Вход Завнакомьтесь Сам Станислав Гадости Можете писать гадости Я на это обращать внимание не буду Поэтому я с теракторами Работаю Поэтому Мне нужно писать гадости Как я и говорила Стильный Красивый Ухоженный И только мне очень неудобно Потерял очки Когда бежал ко мне На встречу Что делать Киев Большой город Ты же такое рекламу делаешь Чтобы ты бы невесту ищешь Я бы нашла Как знать Как знать У меня адрес код У меня там фейс-контроль У меня собеседования На что проходили Чтобы иметь Какое-то отношение Личное или рабочее И очень требовательное Я тоже Вы прошли Фейс-контроль Я прошла Мне очень приятно Что я В кругу Вашего доверия Заимно Заимно Мне на самом деле Очень нравится Как человек Как такой стильный Красивый Ухоженный Очень элегантный Умный Мы тут уже Дело в том Что уже пол часа Сидим Давай включим Сами розыск Зрители еще Будем знакомы Давайте Программируем Всех тех Кто со здоровой Бранжей Сидируют Зеленый Коктейль Очень Основное блюдо Приготовить все И будет Ну Я держу Сахипап Чтобы понимали Своей рукой Картинка Слышно Все отлично Просто профессионально Блогер Знаешь Мне говорят Почему ты смотришь камеру Я во-первых смотрю Как вверх Надо было Так фрайер Куда смотреть Да Станислав Очень приятно Мне Что вы разрешили снять вас на видео Поднакомиться с зрителями А кто в сфере На канале Самвелла все время гадали Что же это за Стас Когда же мы его увидим А он такой Прописывали мне уже романы Да Разные Да Почему бы нет Не знаю Ну Из окружения Самвелла Стас Стасом Он Прошел Он Прошел Прошел Мы с ним созванивались Не снимаем Не снимаем В основном Я в Киеве Он не приедет Стас Прошел Сколько Два года И он не приедет Я два года хочу Приедет Но Никак не получается Работа не отпускает Я опять в Париже Ты думал В Париже Нет Я не знаю, что это проще, но последний год в Европу, я не знаю почему, а ты сейчас вернулась из Стокгольма, это я летела все в нашу час пятидесять. И практически те же деньги по плане души. Ты столько же оставишь в Европе, столько же оставишь в каком городе Украине. У нас очень отдых дорогой в нашей стране. Наша страна очень дорогая по ценам. Я смотрю, вот внутри была в Швеции, там и цены в магазинах одежда те же, что у нас, только зарплата в 10 раз больше. Даже не в 10, наверное. Ну, я могу сказать, да, там за Лондон, я часто там бываю, в самом деле. И там тоже проживание, проживание живет дорогое, то есть по нашим, да, если мы переводим на нашу валюту, да. Потому что любой человек, любой турист, всегда переводит цены европейский стан, сразу переводит на гримли, рубли там, да, или вот что-то еще. Вот, я хочу сказать, что в Лондоне на самом деле средняя зарплата 4000 фунтов, это на самом деле очень, очень мало. Вот, и таких людей очень много, которые зарабатывают такие деньги, такие вот маленькую зарплату, да. Потому что проживание в месяц в Лондоне в среднем это от полутора-двух тысяч, поэтому... Ну, Лондон, возьми Швецию, это у нас Гётебург, солист Опере, получает минимум 3500 евро в год, и поделите на 10 евро за зарплата. А цены деньги, они получили. Хорошо, когда у нас нет. Нельзя договориться, говорят, хорошо там, где мы будем. А, где мы будем, понятно, да. Что вы тут забыли? Я уже кипят. Вы же кипят. Я тоже переживаю места, где я тут. Пришли наши основные блюда. Я только из Стокгольма, там мне готовили мидии в соусе, а здесь королевские криверки. По-аргентински. По-аргентински. По-аргентински? Да. Это так и называется, да? Аргентинские криверки, да. Аргентинские. Какая красота, тут какие-то щёчки. Телячьи щёчки с овощами. Станислав, хочу тебе сказать, что я в Киеве в ресторане первый раз. Супер с теми. Била везде во Львове, в Днепре, а в Киеве у меня просто кума живёт, и брат, и как-то всегда гости-гости, а сюда не попадала. Куда мне смотреть, в камеру или на лицо? Куда хочешь. Давай я поставлю камеру на уровне лица. Окей, хорошо. Вот счёт поднесли про цигарь. Стас, такой счёт про цигарь. Очень всё красиво. Рекламу делать мы не будем, повторимся. Тебе не будем делать рекламу? Нет. Рекламу ресторан. Все думают, что станет Стас модель, а он кто ты? Представься, пожалуйста. Будет интересно зрителям. Я просто пишу меню для ресторанов. Разрабатываю меню, просчитываю. Я работаю сам на себя. Очень дорого это делаю, понятно. Станислав путешествует по всему миру, правильно? Добрый вечер. По Европе. В Азии ещё не было. Станислав, скажи, а ты разрабатываешь меню только украинской кухни или разной? Интернациональной. В основном это европейско-итальянская. Французская? Французская, да. Но я ещё проходил стажировку в вьетнамском ресторане. Соответственно, я знаю вьетнамскую кухню. Это очень вкусно, ароматно и жирно. В основном заказчики отдают предпочтение европейской кухни. У нас это здоровое питание, сейчас очень популярное. Поэтому... Здоровое питание. А ты сам готовишь? Обязательно. Да? Я готовлю с детства. Я даже получил два образования по готовке. Но я технолог по высшему образованию, по среднему, специальному. Я повар, комбитер, официант, бармен. Ой, а вот это составлять меню, это же надо было отдельно учиться. Плюс ещё языки надо хорошо знать, если для школы. Да, да, да. Ну, языки, соответственно, это всё языковые школы, естественно. Когда я в Лондоне ходил на языковую школу, подтягивать английский язык. А вот для того, чтобы просчитывать, это всё мне дал университет, техникум. Вот, да. Так как я учился на технологах, мы там всё, все эти процессы учили. Я всегда думала, что вы модель, потому что везу красивые фотосессии в Фейсбуке. Уже давно что-то сессии не делаешь. Времени нет. Но соглашают на всякие съёмки в разные страны. А на самом-то деле всё связано с... Меня очень дорого приглашать на съёмки. Да. У меня очень большой райзер. Да. Хорошо, давайте кушать, а то что горячее будет. Да. Аргентинский... Как блогеры говорят. А кто сейчас слушает, приятного аппетита. Да. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нет, сейчас... Вот, кнопка подписки красная должна превратиться в серую. Вот. Оставьте колокольчик и... И хватит. Оставьте колокольчик. И пишите комментарии. Только позитивные. Хорошие. Пишите любые. Мы все переварим. После этих реветок переварим всё. Это просто красота. Это в соусе таком. Сливочном. В сливочном соусе. Ну, это пена. Это пена. Да. Пена и всё. Ну, тебе, как ресторан, разрабатывали меню, наверное, понятно, что там. Рецепт. Пена, это... Стуки помещают в аэратор. И делают пену по... Красавец. И коктейль был такой модный. Да, базилик. Самый вкусный. Ладно, и будем... Рецепты рассказывать? Да, и будем рассказывать. Да. Кто хочет заказать? Нас там опхают. Всё, давай. Всё очень вкусно. Всё очень вкусно. В хорошей компании, поэтому вечер просто прекрасен. Съела сверху креветки. Внутри оказались ещё такие красивые... Равиоли. Внутри... Равиоли. Внутри сыр. Такой с плесенью, то ли что. Но мы собрали коктейльовну и решили, что это или сыр, или же это лосось. Станислав наверняка знает, но он секреты не выдает. Но я на полоску в глаза. Да. Внутри сырой еду, то есть, параклазмурный доматом, запеченный баклажан, свитов, и кренетка лежат на гриле. Внутри сырой еду, то есть, я иду в маргетинском пилотке, где находится панцирь. В этой спальце, в панцирье это запекание. Ага. Внутри сырой еду, в этом запекание, и отрываются в пену, в центре сне, и в этом поливаются эти кренки. Очень вкусно. Спасибо. До отправления поезда осталось полчаса. Мы уложимся. Да. Мы едем с Ресталлиграном, накормленные, с подарками. Спасибо тебе, Стаса, за теплый прием. Спасибо, что пришли, спасибо, что пришли. Это мама так правильно говорит. Какой красивый вокзал в Киеве столицы Украины. ЖД вокзал. Весь подсвечен. Желто, синий. Какой красивый, прям как Станислав. Да, как Станислав, точно. Киевский парень. Станислав. Раньше город назывался Ивановранковск Станиславом. Ты знаешь это? Ой, супер вообще. Видишь, и я из Станислава. То есть, это неспроста, что мы с тобой видимся. И папа был владельцем этого города. Посмотрите на этого стильного парня. На эти кроссовки. Все очень скромно. Очень-очень стильный парень. И вот эти две сумки, чтобы вы подумали. То есть, мне чемоданы 23 килограмма. И вот это подарки мои. Это из ресторана. Стас заказал все виды тортов, которые там есть. Там килограмма два, я так видела. Ну, это в основном подарки Максима будут. Спасибо. А там, о чем Стас говорил, это кроссовки фирменные. Какая-то капсульная коллекция Рибок с Джи Джи Хадид. Известная очень модель. Очень красивая девушка сейчас. Боже, я буду смотреть. Боже, нету слов одни эмоции. Меня провожают. Кто не видел, какой красивый вокзал. Это внутри вокзала Киевского. Я обожаю. Эти люстры, архитектура просто сумасшедшая. Да, очень красиво. Да, очень красиво. Вот это Киев, Украина. Столица. Это здесь главные архитектурные памятки, наверное, в мозаике. Да, это столица. Успеваем? Успеваем. Стас моим чемоданом я с подарками от Стаса. Седьмой. Седьмой. Едем в БСА в Аммоне. Я купил тоже билет. Это сюрприз? Свидетельки у нас стерты. Слышишь, у меня есть комментарии. Я не поняла. Ты сыну едешь в БСВ, а тебе не все равно какие свинку хочешь? Да, стой. Да, стой. Дальше, ребят. Логично. Дальше. Сиденький. А, вот. Стоим в очереди. В СВ. В глазах твоей неверью. Провожает меня сам Стас. Которого все так мечтали увидеть. И увидят только на моем канале. Поэтому передавайте новости. Все с канала. Я желала, приходите смотреть на этого мецената, который любит днепровских солистов. А как сказать? Я Станислава увидела первое, когда был в Минуте Кринка. Он пришел в Молтаве. Пришел, принес мне цветов. Мы с ним познакомились. Вот такие. Можно взять шнурки. Настоящие. С светоотражающими элементами. Вот здесь. Вот в саде. Есть вот такие вот в комплексе шнурки. С автографом Джиджи Хадид. Поэтому... Я в этом даже ничего и не понимаю. Вот второй такой же. Да что вы говорите. Ой, спасибо тебе большое. Так что ночи на здоровье. Надеюсь они тебе по размеру подойдут. Стас давно еще мне написал где-то месяц, недели три назад, что хочу сделать. Какой размер у Максима. Я просто ждал. Ждал их. Они ехали из Европы. Поэтому... Я думаю, Макс, ты будешь в Днепре тобой только один. Я думаю, таких как в Украине даже нет. Спасибо тебе, Стас, за добрые дела. За подарки. Мне очень приятно. Девочки любят подарки от мужчин, если им дарят. Это... А то ты еще и для сына. Поэтому вдвойне приятно. Спасибо тебе большое. Я просто детей очень люблю на самом деле. Я три года своей жизни отдал это детям. Я работал в семейном кафе. И я преподавал мастер-классы детям по десертам. У меня были там 5-летние, 6-летние детки. Я с ними там кружил. Да. Я вообще детей обожаю. Стас очень приятный. У него приятная энергетика. Мы так с ним повеселились. Посмеялись в кафе, что и забыли в ресторане. Что и забыли о времени. Да. Приехали сюда, спешили на такси. Бежали, ноги оббивали. Да. Заезжали за кроссовками. Спасибо тебе за приятный вечер. За прекрасный подарок. Спасибо вам. За то, что ты делаешь для нас, для всех наших друзей, для коллег. Все тебя знают, но никто не видел. Вот, познакомьтесь. Стас Мамонов. Фамилию говорит... Эдуардович. 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 Так, все, провожаем Крису. Все, запоешь. Начинает. Днепр встречай. Днепр встречай. Не обижай. Вписывайтесь на канал. Ставьте колокольчики. Комментируйте видео. Ставьте лайки. Делайте репосты. Что там еще надо? Как ты говорила. Называйте красную кнопочку, чтобы она была серой. Чтобы она, да. Чтобы она была серой. Как этот. Целуй и любви бывает. Да. С вами хотелось вообще. Шаной мы с Агуметову варти. Все вкусно. Дорогие зрители, я вас люблю. Стас, спасибо тебе большое. Доброй ночи. Субтитры сделал DimaTorzok